Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Начнем этот выпуск с главных тем. Шторм скоро накроет Алтайский край. Когда, наконец, в регионе наступит летняя жара, расскажем в выпуске. Вдвойне безопасный тюнинг салона. Мощный мотор и 500 рублей за литр бензина. Что нужно алтайским гонщикам для подготовки к чемпионату Сибирского федерального округа. Настоящий хит в репертуарах многих российских театров. Как в краевой драме трактовали беспреданницу. И снова плохая погода. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, ненастье может прийти уже сегодня и продлиться до завтрашнего вечера. Сегодня, во второй половине дня и 19 мая, в Алтайском крае ожидается шторм. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Местами с порывами до 27. Дождь, мокрый снег, временный снежный покров ожидается в северных и предгорных районах края. В ночь на субботу температура будет колебаться между плюсом и минусом. Днем она не поднимется выше 50 градусов со знаком «плюс». Затем на Алтай придет мощная волна тепла. 21 мая район Алтайского края будет находиться в западной теплой периферии антициклона. Поэтому температура воздуха в дневные часы у нас уже повысится до 20-26 градусов тепла. В дальнейшем, 22-го, на смену уходящему на восток антициклону, его место займет теплый сектор очередного западного циклона. Поэтому температура воздуха у нас также сохранится от 20 до 27 градусов тепла. Специалисты краевого гидрометцентра отмечают, тепло в крае будет недолго. И после 21 мая температура снова пойдет на понижение. И еще о шторме. Теперь только о коммунальном. Сильный напор воды сбил жительницу Барнаула с ног. Чупо произошло накануне в результате аварии на трубопроводе. Рецидент удалось запечатлеть на камеру жительницы Барнаула. Она поделилась с нами видеокадрами. По ее словам, порыв произошел накануне в 9 часов утра на улице Балтийская, 49. Стена воды обрушилась прямо на женщину, случайно проходившую мимо. Почему вода хлынула вверх и кто в этом виноват? С таким вопросом мы обратились к собственнику сетей Сибирской генерирующей компании. Там нам пояснили, что ЧП случилось из-за гидравлических испытаний на этом участке. Сейчас специалисты теплощетевого подразделения СГК завершают ремонтные работы на этом участке. После этого гидравлические испытания будут продолжены в срок до 23 мая. Я напомню, что опрессовка тепловых сетей – это специальные испытания, которые направлены на выявление уязвимых участков трубопроводов. И они являются обязательными в период плановой подготовки к отопительному сезону. А перед проведением гидравлических испытаний проводится понижение температуры теплоносителя до температуры, не превышающей 40 градусов Цельсия. То есть вода, которая выходит наружу при порыве, для человека безопасна. Не секрет, что май – пора посевной кампании в этом году. В районах края она проходит тяжелее обычного. Вносит коррективы, конечно же, погода. Глава региона Александр Карлин оценил весенние полевые работы в Мамонтовском районе. Как алтайские фермеры достигают высоких показателей сева даже в сложных погодных условиях, расскажем далее. В Мамонтовском районе такой посевной не было давно. Уровень осадков превышен на 170%, но фермеры считают, ситуация не критическая. В районе внедряют современные сельхозтехнологии уже несколько лет. К примеру, в Тимирязевском хозяйстве земле помогают минеральными удобрениями. Они позволяют сбалансировать питание растений в период вегетации. Вносят удобрения в землю ликвилайзером. Это специальный агрегат, оснащенный длинными иглами, которые вводят жидкость на нужную глубину в почве. В прошлом году было принято решение перейти на кассы. Кассы – это карбамидно-аммиачная смесь. Она включает в себя три формы азота. Это амидная, аммонийная и нитратная. В чем они, скажем так, выражаются? В том, что эти три формы азота работают как пролонгированный эффект. По словам губернатора, погодные условия в этом году непростые. Но использование новых технологий и господдержка гарантирует благополучное завершение сева. Так, хозяйство Тимирятевское в начале года получило почти 2 миллиона рублей господдержки. Район, готов к посевной кампании, был еще две недели назад на 100%. Эту оценку я бы дал по сельскому хозяйству региона и в целом. Но сегодня мы говорим о том, что ситуация действительно экстраординарная. Без всяких шуток, это по-серьезному ситуация крайне сложная. Фермеры отмечают, бесхозных земель в Мамонтовском районе нет. А современная техника позволяет аграриям в хорошую погоду работать круглосуточно. Посевы всех сельхозкультур в Мамонтовском районе займут 117 тысяч гектаров. И все работы закончатся в июне. Владислав Кириенко, Дмитрий Козерлыга. Новости. Продолжаем выпуск. Подведены итоги 12-го по счету конкурса «Пиар-охота». Телеканал «Катунь-24» выступил партнером соревнований и наградил будущих пиарщиков и рекламщиков из Алтайского государственного университета специальными дипломами. Участники получили и другие ценные награды от партнеров состязаний. Тема работ – цветение моральника. Участники должны были подготовить ролики для продвижения мероприятия в массы. Заявки и видео подавали 20 команд, а лучшими признали только 5 работ. Актуальными для современного времени посчитали ролики социальной направленности, юмористические ролики, видео, основанные на Instagram Stories и, конечно же, видеоблог о событии. Мы сразу поняли, что будем делать влог. Это оказалось достаточно оригинальной идеей. И мы ходили и снимали, как обычные ролики на YouTube. Мне кажется, это очень полезный опыт, потому что съемка, монтаж и вообще разработка идеи, презентация – это очень ценно в нашем деле. Музыка, смех и голос вожатых. Нет, это не о детском лагере или группе продленного дня. Так накануне началась волонтерская акция «Доброе сердце». Бойцы из студотрядов организовывали пункты приема вещей, книг и игрушек в нескольких точках Барнаула. Накануне волонтеры работали в жилых дворах на проспекте Социалистическом, улицах Чкалова и Кирова. Сегодня в лицее номер 112, адрес Павловский трак 112А и во дворах по адресам Павловский трак 104, 106, 108 и 116. Не оставайтесь и вы в стороне. Чтобы поучаствовать в акции, нужно прийти с вещами, книгами или игрушками по указанным адресам. Время приема пожертвований с 18.00 до 20.00. Основная цель мероприятия в том, чтобы для деток из детских домов Алтайского края, ну в частности Барнула, собрать вещи, игрушки, которые другим жителям не нужны. Ребята ходят по домам, ну тут жители некоторые сами приходят, дают игрушки, мы их потом увозим в детские дома, в приюты. Эксклюзивный концерт в памяти маэстро Мстислава Ростроповича прошел в Барнауле. На сцене Государственной филармонии выступил симфонический оркестр Алтая, а также стипендиаты фонда Ростроповича. Среди них заслуженный артист Южной Осетии, дирижер Хеток Тидеев и лауреат международных конкурсов, барнаульская стрепачка Татьяна Кричкова. На скрипке Татьяна играет с пяти лет. С 2010 года она стала стипендиатом фонда. Часто едет с гастролями по всей России и даже за границу. Признается, играть в Барнауле не в новинку, но не менее ответственна тем более на таком инструменте. Это подарок от фонда Ростроповича. Ольга Ростроповича подарила мне эту скрипку. Она из музея Глинки. Очень старый инструмент, 18 век. Большое счастье играть на этом инструменте. Репертуарный хит многих российских театров. На протяжении 140 лет как только не трактовали одну из самых известных пьес Александра Островского. Большинство советских зрителей, например, знакомились с сюжетом «Беспреданницы» по фильму Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Свою версию в Театре драмы накануне представил бронарульский режиссер Максим Астафьев. Какими получились его Агудалов, Паратов и Карандышев, расскажет Анастасия Романова. Все те же знакомые персонажи Островского, только в новом прочтении. В Краевом Театре драмы под занавес 96 сезона представили «Беспреданницу». На спектакле трудился Максим Астафьев. Незадолго до этого режиссер поставил «Темные аллеи» по Бунину и, как говорят, безоговорочно влюбил искушенную публику. После этого он просто обязан был повторить успех. Я уже видела два раза, поэтому могу сказать, что он, в общем, оправдал наши ожидания. Получилась очень хорошая работа, и мы такой серьезной премьеры закрываем театральный сезон. Поэтому это вдвойне приятно. В роли Ларисы Агудаловой – любимица публики Анна Бегчанова. Молодая актриса занята на главных ролях во многих спектаклях театра. И если этот режиссерский выбор зрителей уже не удивляет, то посмотреть на Виктора Осипова в роли Карандышева вызывало особый интерес. Судя по аплодисментам на поклоне и отзывам в социальных сетях, его трогательный персонаж не оставил равнодушным как минимум женскую половину зала. Человек очень искренний, открытый, доброжелательный. Он не знает, что такое зло, не умеет обижать, не умеет обижаться. Акакий Акакович, немножко оскорбленный человек, маленький, обижен. И вот происходит предательство от Ларисы. И он мстит, убивая ее. Но он мстит не только Ларисе, а, я думаю, что мстит всему миру. Ну и, конечно, какая громкая премьера без запоминающегося финала? Будет много страсти, слез и воды. В прямом смысле, целых три тонны. Не упустите возможность оценить барнаульскую бесприданницу. Правда, теперь придется подождать три месяца. Спектакль покажут уже в новом сезоне. Анастасия Романова, Роман Хайрулин, новости. 12-тонный грузовик житель Барнаула протащил на своих зубах. Экспериментальный, экстремальный спортсмен выполнил трюк в рамках заключительного дня выставки строительства «Алтайстрой». Руслан Маткаримов, любитель экстремального спорта, продемонстрировал свои умения перед десятками барнаульцев. Но это не все трюки, которые под силу мужчине. Он с легкостью надувает грелки с помощью дрели, может вкрутить гвоздь в нос и не испытывать ни капли боли. А в 2009 году он вытянул на своих зубах целый самолет. При этом у спортсмена нет секретов успеха. А он считает, что при желании это может продемонстрировать каждый. Вести здоровый образ жизни, развивать себя. Я думаю, все получится. А теперь о силачах автоспорта. 60 профессиональных гонщиков проверят свою скорость и ловкость на чемпионате Сибирского федерального округа. Он стартует 26 мая в Калманском районе. Продолжится автосостязание в Новокузнецке, Краснозерском, Чите и завершится в Саяногорске. А как готовиться к такому масштабному заезду, алтайские чемпионы узнала Полина Жданова. За руль Алексей Калашников впервые сел в 10 лет. Гонял на картингах. С тех пор увлекся гонками. Сегодня он уже трехкратный чемпион по драгрейсингу. Кандидат в мастера спорта. Не пропускает ни одного соревнования. Готовиться к ним начинает еще зимой. Говорит, в этом техническом виде спорта главный герой автомобиль. Для гоночного трека привычная рядовому автолюбителю машина не подойдет. Либо над ней нужно основательно потрудиться. В основном это облегчение автомобиля, увеличение мощности, безопасность на последнем уровне. Все автомобили, в принципе, участвующие в профессиональном драгрейсинге, оборудованы каркасом безопасности. Удалены ненужные элементы. Максимально облегчено. Обслуживание гоночного автомобиля – не дешевое удовольствие. Нужен особенно мощный мотор. Его приходится менять чаще, чем стандартный. Авто должно быть послушным в управлении, а каркас безопасности чаще всего делается из стальных труб. Внутри салона специальные ремни с большим количеством точек закрепления пилота. Некоторые драгрейсеры устанавливают автоматическую систему пожаротушения в салон. Заправляют болиды специальным топливом. Оно может обойтись в 500 рублей за литр. В черте города на таких авто ездить сложно. Во-первых, они очень шумные. А во-вторых, в большом потоке неторопливых машин это не очень безопасно. Но если вы любитель скорости, у вас есть время и возможности заниматься и обслуживать такую технику, попасть на гоночный трек совсем не сложно. Если пилот имеет водительское удостоверение, и его автомобиль технически исправен и прошел техкомиссию, ради бога любой человек может участвовать. Также для участия в гонке пилоту нужна спортивная лицензия и надежная команда. 6-8 автомехаников и менеджер, который организует все подготовительные процедуры. Тренировки, как правило, проходят за городом. Если вы предпочитаете передвигаться тихим ходом, можно стать зрителем зрелищного спорта. Открытие гоночного сезона, чемпионат Сибирского федерального округа и Алтайского края по дрэгрейсингу стартует 26 мая в Новороманово. Полина Жданова, Роман Кайрулин. Новости. На этом у меня пока все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Ну и, конечно, предлагайте свои новости. Что касается этого дня, его итоги подведем вместе с вами в 20.30. Не переключайтесь и помните, если хотите первыми узнавать о самых важных событиях в жизни любимого края, смотрите телеканал katun24.